всем привет добро пожаловать на канал я на работе и даже отработала я сегодня сегодня воскресенье мне сегодня было две клиентки это две клиентки которые должны были быть вчера но он так как мы вчера гуляли их перенесла на воскресенье вот завтра тоже рабочий день работа сегодня были несложные так как в прошлый раз мы делали укрепление на обеих ручках то в этот раз я немножко оставила гели на ногтях сделала небольшое выравнивание базой у на строк она жиденькая хорошо идет быстро прям выравнивание и покрыли цветничка не очень такими беспроблемными скажем так светоотражайка и вот такой и еще один вот этот вот deep nail deep nail крапушки что я сижу а еще и педикюр сделали вот у нас внутри процедуры я забыла потому что девочка попросила сделать еще педикюр я 2 немножко двигала что я сижу голова не работает я сижу я макса жду я заказала тумбочку я же выбрала ее на вайлпере заказала тумбочку сейчас я выключу эту говорилку и этот макс сейчас ее заберет привезет и соберет и я заменю вот эту тележку не наверное сейчас нужно ее как раз освободить помыть и куда-нибудь в другое место приспособить белки у меня кончились лиса наил который я брала на им косметик и недавно взяла вот такие вот эти вот они тоже оригинальные хорошие пилочки у меня вопросов к ним нет но единственное что вот гритность у нее у них очень слабенькая вот этот 180 вот на это если взять и 180 взять на на той пилки вот который у меня были не вот эти лиза профи а именно вот вот эти вот вот я вам сейчас сравнение покажу вот эти хорошие пилки у них даже надпись как-то по-другому написано вот эти дурацкие пилки вот 100 на 180 они совершенно разные вот эта сторона 180 еще плюс они вот эти выгнутые пилки они неровные они вот такие вот как лодочка ими пилить неудобно вот смотрите 100 грит вообще какой ужасный абразив и вот здесь 100 грит вот мне не нравится вот это очень мягкая 240 это 180 вообще даже не скажешь что это 180 это как 240 а это как 320 вообще в общем я заказала на другие пилки посмотрим что придет уже от этого на от столикса нарезала достаточки вы куда-то торопитесь он открывает игру сейчас все сейчас камеру камеру пришла моя тумбочка осторожно хрупкая я выбрала на мой взгляд самого функционального я вам по-моему говорила да нижний шкафчик и замочек закрывается потом полочка а потом еще выдвижной шкафчик кисточки складывать пилочки пришли это все пилочки которые мне нравятся вот они смотрите это лесопрофи вот про которые говорю что они хорошие и еще заказала xmail топ с золотой поталью вот она какая такая распечатка мутная вот такая общем тумбочка мне кажется она будет удобно я надеюсь ой а чё она без колес а то я смотрю тут она без колеса замочек замочек на почтовый ящик с доводчиками еще это не доводчик а он как этот ну да кнопочка тык 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 вот такая на галбре заказывала артикул вот здесь оставлю инструкцию дай забрала вон она так ладно пока муж думает пойду я кофе заварю будешь кофе у макса это займет несколько минут а у вас одно мгновение утро следующего дня а я вчера не стал снимать потому что здесь было грязно мы собрали побежали домой а сегодня я пришла на работу все передвинула и вот такая красота получилась единственно что мне нравится это вот эти удлинители которые здесь лежат не знаю куда их приспособить но я еще подумаю и некуда ставить ведерко для мусора вот там у меня стояла в самом низу удобненько и она там за счет бортиков не падала а здесь поставить здесь но я думаю что я тележку буду двигать туда-сюда и она куда-нибудь уползет ведро вот такая педикюрная зона не а значит все окончательно передвинула фабланк сюда это вытяжка пока у меня в углу стоит грустит не знаю посмотрим потом определюсь с какой мне удобнее мне удобнее с этой тем что здесь тумба идет и здесь есть розетки мне не нужен был вообще вот этот удлинитель то есть я сначала аппарат сюда включала потом лампу то есть него вообще удлинитель не нужен был плюс еще на тумбочку я клала там кисточки и все такое вот а здесь вот такая история тумбочка туда еще задвигается просто выдвинула чтобы вам показать можно ее вот так еще подвинуть и она будет вот так стоять и будет удобненько шнур у маратона он не такой длинный как у стронга мне показалось у стронга до подлиннее и пружинка помягче маратона покороче и жесткая пружинка не тянется то есть когда тянешь ручку то аппарат сдвигается сюда тянется вместе с ручкой и поэтому приходится двигать тележку вот та тележка была легкая хорошая а у этой колесики какие-то неудобные то прям крутилась вот так вот в разные стороны а это пока повернешь она тяжеловатая конечно она не такая маневренная но потихонечку буду приспосабливаться и вот она моя покупочка это обычные лаки и еще я взяла вот такой пушер от сталикса на него скидка была ну прям практически 70 может быть даже больше процентов за 100 рублей что ли я взяла с копейками такая же большая скидка была еще и на ножнички сталикс это на сайте эстетик nails и даже вам не сказала вот такой интересный пушер вот такая вот лопаточка она не выпуклая вот такая как обычно да вот двигать а вогнутая не знаю насколько ей будет удобно немножко конечно на неудобная была бы она полукруглая так она какая-то квадратная нового форма вот это повторяет ногти посмотрим а с этой стороны вот такой вот топорик три оттенка bio стрич геля взяла я вас обманула сказал что взяла 7 11 25 оказывается я взяла 0 8 я на него давно смотрела давно на него смотрела он просто вот такой нюдовый оттенок он не такой плотный как обычные лаки он полупрозрачный там даже написано что он полупрозрачный как база и мелкий мелкий мелкой глазом не видно если на солнышко посмотреть то будет видно прям мельчайший шиммер 08 это эластичные базы обошлись они мне в 360 рублей сейчас таких цен нигде нет они 600 рублей стоит видите на сайтах вот такой нежно-лиловый и с мелким шиммером который у меня закончилась у меня была клиентка которая красила только вот этой базой только вот это и ножки и ручки мы и делали и как только эта база закончилась она перестала ко мне ходить вот такие вот любители есть и 11 номер тоже эта база у меня закончилась но она такая знаете прям здесь побольше шиммера блесточек вот этих красиво смотрится очень на ногтях вот такое семейство лаков обычных вот это вот все одна марка вот так она называется вот это они мне обошлись в 75 рублей они стоили еще скидка 10 процентов такие красивенькие мне нравятся настя мне уже вот этим лаком покрасила ногти она сама выбрала на ногах покрасила мне для педикюр чекам не кажется будут девчонки красить те кто не красит гель-лак вот сегодня девочка придет она как раз первая клиентка сейчас я ее жду уже через 15 минут она не красить ногтем так и вот такой лиловый тоже вот такой красивущий от planet nails но сейчас он не так блестит он светоотражающий дома вчера я его при вот лампочки у меня горели он блестит просто шикарно сейчас кажется каким-то таким невзрачным вот такая торговая марка она не дешевая но с учетом того что там на него на них по моему 30 процентов скидка то нормально вышло очень удобная кисточка сейчас откроем такая вот кисточка прям очень удобная у кутикулы прокрашивать это простой такой бежевый оттенок с блестками это же марка но только уже серебристый лак лаки с блестками долго держится на ногтях поэтому их вы и чаще и выбираю и вот такой нюдовый матовый сатиновый здесь даже сам бутылек матовый тоже мелкие мелкие блестки есть но знаете их надо перекрывать топом сушкой таким с гелевым эффектом потому что вот этим лаком вчера насти накрасила и он такой вот шершавый ноготок стал поэтому сверху еще сушка нужно заказала уже на вайлдберрис жду когда она придет смотрите вроде бы две одинаковые базы это hard база этого hard база 11 номер но цвета у них разные я немного расстроена потому что мне нужен был именно вот такой холодный оттенок вот у меня это база закончилась и видите на такого более холодного такого оттенка а это она более теплая если получится две кисточки вынуть да конечно я такой подставы не ожидала ну ладно я думаю что это не очень будет этому мне кажется мы мастера видим а клиентам все равно они этой разницы не заметят тоже красивый оттенок но хотелось бы чуть чуть похолоднее не показала я вам что куда разложила в общем аппарат у меня теперь стоит здесь теперь я могу класть ручку вот сюда там на той тележке с высокими бортиками не могла я положить вот этот провод мешал теперь пожалуйста можно класть можно так можно сяк здесь у меня кремик и антисептик стоит для ножек потом здесь у меня но пока временно вот такой пустой контейнер здесь пеленочка который я накрывала просл прошлую тележку потому что надо кстати убрать потому что солнце падает и все открыто то что сетчатое дно было все открыто и все на все светило поэтому приходилось накрывать хотя эти пеленка конечно не очень-то и помогало вот потом дальше контейнер с лаками с гель-лаками с топами с базами нужно перебрать пока так положила там у меня молекулярное масло и простая водичка здесь я уже приготовила набор для клиентки и вот здесь под ключиком не знаю что класть пока положила вот салфетки пелен очки разделители и лампу но это временно нужно будет потом это все как-то куда-то пока так здесь такая штучка есть и ну да да раз 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 этот ключик даже не нужен зачем вообще вот вот так открывается а вот эта полочка на тяжеловато открывается может быть она разойдется не очень понравилась эта полка потому что макс сказал что колесики дешевые вот и вот эти штуки как раз таки вот эти вот не очень качественные вот эти вот они какие-то но они должны быть прям скользить они как-то цепляется что-то какие-то язычки тангать мешают в общем вот эта полочка не понравилась сборка тоже ужасная но вот эта инструкция там печать сама ужасно так то все нормально написано печать ужасно и там ничего не видно в общем собрать собрали теперь привыкать нужно к ней сегодня отработала отпустила двоих девочек педикюр маникюр педикюр что могу сказать по этому поводу в принципе очень даже ничего нормально и двигается на вот там в принципе нормально тоже чуть-чуть туда чуть-чуть сюда если ее подвинуть то все в порядке больше мне было знаете что неудобно вот с этим удлинителем он висит потому что нужно было выключить аппарат включить лампу я не достаю пришлось тянуться туда надо как-то его к тумбочке что ли приклеить ну тогда тумбочку не нельзя будет далеко увозить короче удлинительным засада с этими проводами а так в принципе все нормально все даже ведерко мне здесь понравилось ничего так нормально кидаю хочу похвалить вот это масло молекулярное раньше я работал на смарт масле вот это масло прям шикарная я его брала по отзывам и тоже смело могу оставить положительный отзыв мне понравилось это масло и объем большой и стоит недорого вот я знаете как делаю я уже когда полностью обработаю пальчики потом влажной салфеткой убираю пыль потом обычной водичкой спрыскиваю все ножки пяточки стопы потом прям на влажные стопы беру молекулярное масло там три капельки по воде прям вот так вот наношу на всю стопу на пяточки на пальчики и потом уже спонжиком это все вбиваю и за счет вот этой воды вообще получаются шикарные мягкие ножки как будто только что распарили их вообще классно вот и если бывают такие прям очень сухие то в конце я могу когда масло вот это все впитается я еще в конце могу сделать массаж с кремом если ножки нормальные влажные то необязательно масла вполне хватает вот такие вот дела покрытие мы делали серебром такой красивый оттенок это новые гиллаки которые покупала последний раз очень крутые в нанесении мне понравилось работать мне что-то вот от этой шапочки никак полоса не пройдет надо бы уже постричься но я никак с духом соберусь не знаю что хочу поэтому не иду пока в комментариях спрашивала если у вас такая услуга просто обычное покрытие лаком смотрю что у большинства нет но все-таки есть такие кто еще и делает у кого много лаков я решила предлагать своим девчонкам те кто не делает гель-лак на ногах основного это взрослые женщины они не делают покрытие просто ухаживают за ножками за пальчиками но не покрывают их я хочу предложить там либо бесцветным покрыть либо вот каким-то таким нежно-розовым либо с блесточками ну так вот чтобы просто себя радовать ну и прось поставить рублей 200 наверное за покрытие обычным лаком потому что вот в эми где я училась у них отдельная услуга есть такое лаковое покрытие в их салонах есть такая услуга лаковое покрытие есть категория женщин которые ходят только на лаковое покрытие каждую неделю они ходят делают просто гигиенический маникюр и покрывают обычным лаком и у них очень большая коллекция лаков мне нравится их лайки они и носятся хорошо и у них блеск такой они типа вот с гелевым эффектом поэтому почему бы и нет